Привет, всем из Токио! Сегодняшнее видео о покупках вещей. Были у меня тут кое-какие разъезды, отъезды и были кое-какие покупки, которые я вам не показывала. Эти покупки я делала и в Москве, и в Париже, и в Японии. В общем, пока еще это актуальный сезон, я вам решила все это показать. Покупка была такая, это джинсы от фирмы Дизель. Вот, к сожалению, в Москве пропала фирма Дизель. Я не знаю, сейчас, может быть, она опять появилась, потому что она какое-то время была в Москве, потом пропала, потом опять появилась, и сейчас в итоге вот опять пропала. Поэтому, когда я была в Европе и увидела фирму Дизель, я сразу купила там джинсы черного цвета. Они очень простые, и они вот такие вот узкие. Сейчас, кстати, немножко поправилась, поэтому вот да, размер у меня 25-й сейчас в Дизеле. Модель называется так, Super Slim Skinny Low West, то есть заниженная талия. Они не сильно занижены, такая вот средняя талия, у них узенькие в обтяжку, но не слишком вот прям как лосины вот так вот в облипку. Много джинсов от фирмы Дизель, мне нравится, как они сидят, но не было черных джинсов. Небольшая блема Дизель и присутствует немножечко красный цвет спереди на кармане. Джинсы я показываю уже не новые, потому что я их ношу буквально вот с первого дня. Как я их только купила, это прям вот мои сейчас самые любимые джинсы, потому что они подходят подо все абсолютно. Особенно вот осень, зима, просто замечательно. Вот такие вот черные, темные джинсы мне очень понравились. Дальше уже в Японии у меня была покупка вот такой вот миленькой кофточки от фирмы Paul Smith. Здесь очень красивый рисунок, очень реалистичный. Красивые цветы, роза, маки, очень красивый рисунок. Эти вот фирмы Paul Smith бывают иногда вот такие именно кофточки, вот с такими реалистичными какими-то рисунками. Она сделана из синего трикотажа, а спереди это шелковистая ткань. Я ее ношу с джинсами, очень красиво она смотрится. Весну, наверное, особенно будет хорошо, но это вот коллекция зимняя, этой зимы. Размер у меня здесь М, 100% полиэстер. Миленькая кофточка, я думаю, вы уже ее могли видеть даже в моих видео. Я ее уже надевала несколько раз, с удовольствием ношу, очень она мне нравится. В Франции я покупала вот такой вот милый свитерочек, актуальный фасон в этом сезоне, белого цвета. Сзади вот такая удлиненная и здесь идет два шва. Спереди она вот такая вот короткая, то есть получается, если ее надевать, предположим, с джинсами, здесь как раз будет виден ремень. Эта фирма называется Blue Girl. Это вторая более дешевая линия фирмы Blue Marine. Производство здесь Италия. 47% это шерсть, 30% это вискоза, 15% это полиамид и 8% это кашемир. Мягкая, не колючая. Вот такой вот белый цвет, мне очень захотелось именно к зиме. Снежного цвета белый свитерок. Красиво сделано здесь вот интересно сзади вот эти вот швы, как будто это изнаночная сторона. А так, в принципе, вот обычный свитерок с очень обычным вот таким вот вырезом. Тоже это коллекция вот этой зимы. Поэтому сейчас как раз на скидках, я думаю, можно будет еще найти. И дальше в Японии фирмы Uniqlo я купила еще пару вещей. Тепленькая рубашечка в клетку. Сейчас очень актуальна тоже клеточка. И мне понравилась расцветка. Здесь какие-то цвета, темно-темно-синий, малиновый. Дизайн, в принципе, здесь такой простой. Здесь кармашек, обычный вот такой рубашечный бортничок. У меня размер S. Производство это Вьетнам. Единственное, что это рубашка, я ее в магазине не померила. И вот мне коротковаты рукава. Вообще, в последнее время в Японии шьют более-менее размер. Если у вас не очень высокий вот рост, то, в принципе, рукава нормальной длины. Ну, вот не знаю, вот на этой вот рубашке мне рукав коротковат. Но так как я, в принципе, планировала эту рубашку носить все равно закатанным как бы рукавом, то есть я его вот так вот подворачиваю, то, в принципе, мне казалось не критично. Но рукав коротковат. К сожалению, не знаю, как вот Юникло шьет, какие размеры идут, предположим, вот в Японии и где-то за границей. Такие же ли там точно размеры, такая же ли длина рукава, вот, к сожалению, я не знаю. Я купила в Японии, и мне рукав немножко коротковат. Так вот, в целом, очень такая хорошая рубашечка. Ношу ее с джинсами. По-моему, мне тоже идет вот этот цвет, такой ярко-малиновый, очень красивый. И там же в Юникло я взяла вот такую вот футболку с длинным рукавом, то есть такую трикотажную кофточку. А здесь рукав мне нормально абсолютно, то есть он не короткий. И она очень простая, то есть это просто вот черная футболка. Единственный здесь дизайн. Красная двойная вот такая вот строчка. И сзади вот по горловинке, и опять идет на плечо. Базовая футболочка, которую можно с чем-то комбинировать. Качество очень приятное, плотненькое. Стоила она тоже совсем-совсем прям дешево. И, по-моему, вот на нее тоже была какая-то скидка. И очень удачно. И там была еще вот такая вот белая тоже вот с красной отстрочкой. Я уже, честно говоря, даже жалею, что я не взяла белую тоже. Потому что, в общем-то, стоят они очень дешево. И можно и для дома носить, и просто как базовая вещь, и в спортзал. Можно с чем-то комбинировать. Комбинировать с какими-то более такими сложными вещами. Мне вот часто не хватает вот таких вот простых вещей. Еще из таких вот зимних свитерков я купила водолазку. Но здесь ворот не отворачивающийся, а с воротником стойкой. Ярко-ярко-оранжевого цвета. Вот цвет просто как апельсин. Вообще мне это, конечно, не очень свойственно. Но все, все абсолютно хором закричали, что мне идет этот цвет, что мне очень-очень идет этот цвет. А для меня это очень ярко и очень неожиданно. Я такой вот цвет не ношу. Но сейчас у меня помада розовая, она, наверное, не очень подходит. Но вообще я согласна. Да, мне идет такой цвет. Водолазка, она у меня получилась как такая базовая вещь. Хоть она и яркого цвета. А я ее тоже вот комбинирую с длинным жилетом, например. Как раз в следующей покупке я вам покажу жилет. Просто с каким-то жакетом. Можно надеть какой-то шарф, предположим, терракотовых оттенков с рисунком. И все, в общем, как-то вот сглаживается вот эта вот и вся яркость этого цвета. Также вот такие вот длинные свитера можно носить, предположим, с юбкой. И это будет смотреться вообще как платье. Очень хорошее качество. Да, я не сказала фирму. Это фирма Blue Marine. Она связана вертикальными полосами. Значок тоже оранжевого цвета. И здесь надпись Blue Marine. Яркий цвет, поднимающий настроение зимой. Можно сказать, как сочный апельсин, как витамин С среди зимы. И последние две покупки я их делала в Париже. Это американская фирма. Называется она Theory. Такой вот удлиненный жилет. То есть, грубо говоря, это классический жакет просто без рукавов. Воротник, как у классического жакета. Здесь одна пуговица. То есть, он застегивается на одну пуговицу. Я в основном ношу его просто на распашку. Это шелковистая подкладка. Две шлицы сзади. И они довольно-таки глубокие. Наверное, сантиметров 15. Вот такой прекрасный жилет. Комбинируется с чем угодно. Универсальная вещь, которую очень удобно иметь в своем гардеробе. Когда я не знаю, что надеть, я просто надеваю джинсы, надеваю какую-то либо рубашку, либо какой-то свитерок в обтяжку. Вот этот вот жилет. То есть, смотрится он и с классическими брюками, и с джинсами рваными. Абсолютно с чем угодно. Можно носить с шарфом, можно носить без шарфа. Интересный крой. Он спереди подлиннее, чем сзади. Вот здесь два карманчика. Карманчики я никогда не использую. Поэтому они у меня всегда зашиты. И последняя вещь была куплена в этой же фирме. Блузка синего цвета. Белый цвет и вот этот вот синий цвет. Мне показался такой интересный фасон. Здесь, видите, вот так вот отрезано. Идет спереди запаха. На груди она зашита. Здесь вот такая вот вставочка из прозрачной ткани. Типа шифона синего тоже цвета. Я так посмотрела вот на этот вот фасон. Подумала, что может быть я буду ее как-то носить с ремешком вот здесь. Можно ее носить вот так вот, заправляя переднюю только частью брюки, чтобы был виден ремень. Ну, в общем, пока я ее не приспособила. Это, наверное, единственная такая вот вещь, которая, в принципе, была для меня необязательная покупка. Ну, качество, конечно, хорошее. Цвет вот такой вот синий, элегантный. Ну, пока я ее не носила. Надела буквально один раз. Пока еще к ней не прониклась. И в ней мне немножко длинноват рукав. То есть мне нужно здесь переделать рукав. Посмотрим состав. Я так думаю, что это шелк. И состав это стопроцентный шелк. Вырез очень красиво здесь сделан. Хорошо смотрится. Рукав хороший. Но вот единственное, что он мне длинноват. А так как блузка такая вот шелковая, я даже не знаю, буду ли я ее носить вот с таким подвернутым рукавом. Но, в общем, нужно будет вот заняться, отдать ее в мастерскую, чтобы мне укоротили рукав. Это вот единственная, наверное, такая не очень продуманная была моя покупка. Ну, в принципе, блузка неплохая. Вот так у меня были покупки в этом сезоне. Как всегда, жду ваших комментариев. Пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания. Пока.